В студии Виталий Сопрыкин в проекте «Простые вопросы». 15 лет назад в округе появилась структура, которая сейчас дает возможность тысячам югорчан с ограниченными возможностями, с диагнозом инвалидность, заниматься спортом и даже достигать паралимпийских высот. Это не значит, что инвалиды и раньше в округе не занимались. Физкультурой, естественно, занимались. Но с созданием адаптивного центра спорта это перешло на новый, как организационный, так и технологический уровень. Сегодня у нас в студии директор данного учреждения Михаил Фторушин. Михаил Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что в этом году вас снова переназначили на должность директора адаптивного вида спорта и игры. Как давно вы этим направлением занимаетесь? И самое важное, как вы вообще именно к этому направлению пришли? Да, в этом году мне доверили честь продолжить руководить центром адаптивного спорта и игры. Вообще в физической культуре спорта работаю с 2000 года. И сколько себя помню, все время трудовая деятельность моя связана со спортом. С адаптивным спортом я столкнулся в 2003 году, когда работал тогда еще в комитете по физической культуре спорта, автономного округа, ныне департамент спорта. И именно тогда отдел физического воспитания населения, он так назывался, он осуществлял организацию проведения массовых соревнований окруженных. Это и президентские состязания, олимпийская юность, и игры, соревнования для призывной молодежи, ветеранов спорта. И тогда было уже единственное мероприятие, ежегодное спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья, которую в этом году мы уже проводили в 23 раз. Именно тогда я впервые столкнулся с понятием адаптивное физкультурно, адаптивный спорт. И с того момента это стало неотъемлемой частью моей жизни. Вы сами спортсмен? Я занимался спортом, северным многоборьем. Я сам из Ханты-Массийского автономного округа, вот с Ханты-Массийского района. И занимался северным многоборьем, и образование у меня физкультурное. Я к чему это спросил? Адаптивный вид спорта. Но вы спортсмен без ограниченных возможностей. И вот вы приходите в эту сферу, очень такую, скажем, своеобразную сложную сферу. Там все сплелось. И ограниченные возможности человека, и спорт сам по себе. То есть тоже непростая тема. Тема непростая, да. И поначалу, конечно, это очень, скажем так, настораживало. Мы, в принципе, не только я один, мы не знали, с какой стороны подходить, что с этим делать. И адаптивный спорт, физкультура, они не были в той мере нормативно урегулированы, как это сейчас произошло за последние, наверное, 6-7 лет в нашей стране. Тогда мы, да, где-то опирались на опыт Всероссийских федераций, Паралимпийского комитета России. Но шли именно в направлении развития, в направлении объединения проживающих югорчан, особенных югорчан именно соревновательной деятельностью и спортивной подготовкой. И именно вот эта спартакяда, которую я только что сказал, она стала объединяющим, да, таким мероприятием. Это то соревнование, откуда вышел наш известный Алексей, например, Ашапатов, да, паралимпийский чемпион. Максим Бган, спорт глухих, легкая атлетика. Юля, Любчик, Ольга, Сергенко и многие-многие спортсмены, которые сейчас достойно представляют Югру и Россию на всероссийских и международных соревнованиях. Ну хорошо, а вот Олимпиада 25 лет назад, 23 года назад, да, первое соревнование провели? В 23-й раз мы... Спартакяда, да, в 23-й раз прошла в этом году. В 23-й раз. Сколько тогда участвовало интерес народу и сколько сейчас участвует? Вы знаете, количество участников ограничено по составу команд. То есть у нас 22 муниципальных образования и состав команды 10 спортсменов плюс 2 представителя. То есть посчитать несложно. Вот поэтому это одно из самых массовых мероприятий. Получается, муниципалитет проводит отборочный этап, формирует команду сильнейших атлетов, привозит на округ и дальше они уже борются на региональном уровне. Количество участников всегда неизменно высокое. Вот не менее 200 человек каждый год приезжает. Вот, ну, самым важным моментом стало то, что спортсмены приезжают и стараются выступить именно в конкретной спортивной дисциплине, в плавании, например, или в легкой атлетике, либо в настольном теннисе. Не как раньше, то есть приехать и закрыть там два или три вида и внести какой-то вклад. Именно в том виде спорта, в котором он тренируется и готовится выступать. И, если не ошибаюсь, последние пять лет эта спартакиада приобрела по поручению губернатора Игры Натальи Владимировны Комаровой статус открытый. И сегодня на эти соревнования уже приезжают субъекты, которые входят в состав Уральского федерального округа. И с большим удовольствием приезжают и гости из Тюменской области, и из Ямала, и Челябинск к нам приезжал. Поэтому мы оставляем и сохранили статус этого мероприятия открытый. Нам это интересно и нашим друзьям из других субъектов тоже здорово и приятно посоревноваться, встретиться с нашими спортсменами. Скажите, а какие виды спорта наиболее популярны, скажем так? Я хочу сказать, что сразу для понимания, что в адаптивных видах спорта в России такая классификация, их четыре. Это спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями и спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. И в каждом виде спорта есть своя дисциплина. Например, волейбол, спорт глухих или волейбол сидя, это спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Именно идет определение групп по нозологическому признаку, то есть по поражению той или иной функции у человека. Мы развиваем в регионе все четыре вида спорта и культивируем 28 спортивных дисциплин. И примерно каждый год мы открываем для себя и начинаем развитие одной новой спортивной дисциплины. Спортивная дисциплина, это речь идет о виде спорта? Вид спорта, например, спорт лиц спода, слэдж-хоккей. То есть здесь именно люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. Если у глухих, помните, у нас в 2015 году были зимние сур-олимпийские игры, мы принимали классический финал сур-олимпиады Россия-Канада. То есть это вертикальный хоккей, он существенно отличается инвентарем, регламентом проведения соревнований, другими особенностями в зависимости от поражения человека. У нас культура спорта в стране, если уж совсем без иллюзий, начала формироваться 15-20 лет назад. Не помню я никакой культуры спорта в 90-х годах. По большому счету, потому что катастрофическая ситуация в стране, там не до этого было абсолютно. Вот 15-20 лет люди более-менее начали заниматься спортом, уделять этому время. Но у нас даже здоровые люди всегда говорят, что нет сил, нет денег, нет желания после работы. Как вы оцениваете, общаясь с людьми, у которых как раз ограниченные возможности, вот у них насколько стремление к спорту развитое? Я считаю и знаю, что это жизненно необходимое для таких людей. И мы стараемся, если человек нуждается в занятиях адаптивной физической культуры спорта, предоставить ему всевозможные условия, создать такие условия. Потому что адаптивная физкультура, а спорт начинается с занятий физкультуры, для человека с ограниченными возможностями здоровья, это прежде всего реабилитация. И доказано уже миллион раз о том, что эффективность занятий спортом для здорового человека, я уже не говорю о человеке с ограниченными возможностями здоровья, она настолько уникальна, настолько чудодейственна, чудотворна, если хотите. И есть просто феноменальные результаты у людей, которые просто были прикованы к постели, а через занятия физкультурой, адаптивной физкультурой стали выдающимися спортсменами. Поэтому здесь прежде всего мы говорим о возможности прохождения реабилитации через занятия различными ребятами. Социализация, да, это все в совокупности. И как говорит Наталья Владимировна, у нас в Югре развивается не принцип обратной инклюзии, то есть у нас уникальность центра адаптивного спорта в чем? Потому что мы имеем собственную материально-техническую базу в различных муниципалитетах, но условия для занятий, посещения этими объектами на равных предоставляются любому желающему, горожанам, организациям, различным коллективам спортивным. И эти занятия проходят, то есть одновременно люди заходят на объекты центра адаптивного спорта и оборудований, все у нас приспособлено для совместных занятий, поэтому уникальность и, как сказать, эксклюзив... А то есть здоровые люди пришли заниматься в спортзале? Конечно, конечно, да, то есть и меняется, и сам человек с ограниченными возможностями здоровья, он начинает знакомиться, общаться, видит, как это все происходит, но и люди, которые к нам приходят, они тоже меняются в лучшую сторону, и здесь, ну, это видно, что и создаются семьи у нас, и заводится знакомство, дружба, и очень много меняется в жизни людей, тот, кто столкнулся вот с особенными людьми. Ну, то есть это даже не говорит о том, что обязательно паралимпийским чемпионом надо стать, надо просто... Ну, паралимпийский спорт – это, наверное, вершина айсберга, и, к сожалению, наверное, не всем дано быть на паралимпийском, олимпийском олимпе, да, но через занятия спортом приобретается гораздо больше, самое главное, улучшается и здоровье, и самочувствие, человек может добиться хороших результатов, выступая на соревнованиях, в общем, продолжать жизнь так же, как обычный человек, реализовать себя и в творчестве, и в работе, и в других направлениях, поэтому уникальность занятий спортом, она именно в этом и заключается, и мы стараемся работу свою выстраивать именно таким образом, то есть не просто тренироваться для того, чтобы показать спортивный результат, чтобы человек жил полноценной жизнью. У меня вопрос. В России, согласно официальной статистике, 12,5 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья, многим из них инвалидность диагностирована с детства была. При этом более 7 миллионов инвалидов доступны занятия физической культурой и спортом, то есть они, в принципе, могут заниматься. Сколько у нас действующих и потенциальных спортсменов? Ну, действующих спортсменов, скажу так, что у нас в списках сборных и в группах спортивной подготовки в целом по автономному округу находится почти 500 человек. Это касается именно спорта, того спорта, о котором я сказал в самом начале нашего с вами разговора. Если говорить о потенциальности, стать спортсменом или не стать, каждый должен попробовать. И сегодня очень важно выстраивать работу, на мой взгляд, не в поисках спортсменов талантливых. Да, это само собой. Работу нужно выстраивать над созданием условий, на то, чтобы человек шел заниматься, чтобы по месту жительства у него было куда прийти. Там был зал или бассейн, тренер, который умеет работать, который хочет работать с такими людьми. В этом составе еще поговорим. По созданию условий. То есть это очень важно. Сегодня за последние три года, четыре, я вам скажу, что мы развернули свою работу именно в этом направлении. И я очень рад, что у нас сложились очень плотные, тесные сотрудничества с муниципальными образованиями автономного округа. Мы конкретно знаем ситуацию в отдельно взятом населенном пункте. Мы знаем потребности и желание заниматься тем или иным видом спорта либо адаптивной физкультуры. Стараемся объединять свои усилия в создании таких условий. И я скажу, что в основу этой работы заложена реализация физкультурно-реабилитационных программ. То есть это не вид спорта, да, это занятие адаптивной физкультуры на тех спортивных сооружениях, которые сегодня есть в муниципальном образовании. И сегодня за последние два года таких программ в округе стало уже 103. Мы ведем реестр региональный людей, информируем о реализации таких программ в муниципальных образованиях и направляем их именно туда. Это первая ступенька, это начало-начал. И вот это увеличение программ, увеличение занимающихся, мы реально видим, что это не просто голая цифра, это та работа, за которой стоят конкретные люди. И мы получаем обратную связь и видим, что сегодня количество занимающихся, оно неизменно, неизменно увеличивается. Специалисты, ну это федерального уровня, там масса споров, как и в любом направлении, называют одной из причин, по которой у нас в стране пока не сильно развито направление адаптивного вида спорта, ну по разным оценкам не сильно развито. Что, цитата, развитие физической культуры и спорта инвалидов не значится среди приоритетных задач физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций. Как у нас ситуация обстоит с этим в округе? Я позволю себе не согласиться с таким высказыванием. Я считаю, что, наверное, с 2007 года, когда Россия была, было дано право проведения домашней паралимпиады зимней в Сочи, именно с того момента в стране, в субъектах начались кардинальные изменения. Безусловно, кадры решают все, но создание условий, строительство новых объектов, их адаптация до оборудования, на предмет доступности. Я просто вспоминаю, как у нас первая программа была обеспечением бесрепятственного доступа, как на спортивных сооружениях. Демонтировались двери, ставили раздвижные, строили пандусы, лифты внутри. То есть вот этот вопрос, он очень активно решался и продолжает решаться. Поэтому это очень важным стало моментом. И домашняя паралимпиада, она очень сильно изменила, и отношение именно правительства, государства к людям с ограниченными возможностями здоровья, оно очень сильно, кардинально изменилось. То есть это с паралимпийской олимпиады изменилось? Я думаю, что с 2007 года изменилось, но после проведения, кстати, это была лучшая зимняя паралимпиада, проведена по оценке международного олимпийского комитета, паралимпийского комитета. И она и заложила, скорее всего, основу, потому что в 2016 году уже была ратифицирована конвенция ООН о защите инвалидов. У нас вышли указы президента о национальных целях и задачах, где вопросы адаптивной физкультуры закреплены. У нас реализуется проект «Спорт. Норма жизни», где есть целевые показатели. В регионе, в нашем, политика, губернатора, правительства, она говорит именно о том, о пристальном внимании, о том, что у нас этот вопрос не просто по остаточному принципу, он в приоритете. И это ощущается и потому, как сегодня действует и каким ресурсом обладает Центр адаптивного спорта. Скажите, у нас спортсмены-инвалиды, которые занимались спортом, в итоге участвовали в олимпиадах наших. Кто-нибудь из них перешел в так называемый профессиональный спорт? Стало это для него возможность зарабатывать в конце концов и жить этим? Я бы здесь адаптивный спорт не переводил статус профессионально, потому что профессиональный спорт, у него свое понятие. Это понимаю, да. Да, адаптивный спорт – это все-таки спорт, но не профессиональный. И у нас в России и в регионе очень существенные меры поддержки спортсменов-паралимпийцев, спортсменов-олимпийцев, они одинаковые, ничем не отличаются. Я там, может быть, спрашиваю, смотрите, человек начал играть в хоккей, да? Да. И его команда постоянно участвует в каких-то соревнованиях. Это как-то оплачивается? Я вам скажу, что вот за спортивный результат, за медаль, за место выплачиваются призовые, назовем их так, да? То есть они из федерального бюджета выплачиваются, из регионального. У нас в округе за показанный результат департамента спорта устанавливается единовременная выплата, ежемесячная стипендия, целый год выплачивается. Плачивается не только спортсмену, но и тренеру, подготовившему спортсмена, и первому тренеру, который проработал в муниципалитете с таким спортсменом. Помимо всего этого, у нас спортсмен с инвалидностью, обычный спортсмен, может быть трудоустроен в учреждении, в должности спортсмена-инструктор, и здесь получать заработную плату, и она будет чем выше уровень спортсмена, в зависимости от наличия спортивного звания, либо почетного звания, да? Она может быть высокая и очень достойная. Поэтому здесь спорт уже, ну и адаптивный спорт, давно стал таким отдельным экономическим видом деятельности. Да, и это сильно тоже мотивирует на занятия и на показания серьезного спортивного результата. Ну вот мы как говорили, что успехи наших паралимпийцев вдохновляют, и вдохновили сотни людей с различными заболеваниями прийти, собственно говоря, в спортивные секции. Но ведь вы тоже, наверное, согласитесь, что возникает сложность. Одно дело тренировать этих людей, одно дело тренировать без ограничений людей, другое дело с ограничениями. Это же надо какой-то опыт иметь все-таки тренерский, специфический, наверное. И вот где вы берете специалистов? Тренеров, тренерских составов. Скажу так, опыт приходит с годами. И сегодня у Центра адаптивного спорта сложились отношения с вузами Югры, в Сургуте, в Нижневартовске, в Ханты-Мансийске. Те вузы, которые готовят специалистов по направлению адаптивная физическая культура и спорт. Именно объекты Центра адаптивного спорта сегодня на протяжении ряда лет стали местом прохождения практики. Не только по организации занятий, но и при проведении соревнований. Дальше мы стараемся выпускать методическую литературу и литературу иного рода по этому направлению с участием преподавателей и кафедр физической культуры и спорта наших вузов. То есть выращиваете кадры, получается, сами? Мы сейчас говорим о теории, о каких-то практических занятий. Для себя мы опробировали такой механизм работы. У нас в штате учреждения есть инструктор по адаптивной физкультуре, есть тренер по адаптивному виду спорта. Поэтому, когда молодой человек трудоустраивается к нам при наличии вакансий, мы пробуем его силы, его знания именно в этой должности. Если все складывается, это очень принципиальный момент, чтобы не было текучки, чтобы человек понял постепенно, постепенно втянулся в это дело. Дальше он растет вместе со своими спортсменами. И через год-два, в зависимости от вида спорта, он переходит из статуса инструктора по адаптивной физкультуре в статус тренера по адаптивному виду спорта. Я приведу пример, просто, ну, вот команду Мамонтята Югры, детская слэш-хоккейная команда. Именно так мы ее создавали из деток, кто проходил реабилитацию на этой программе. Наши сани идут сами в городе Ханты-Мансийске и в городе Сургуте. Это были ребята, которые, ну, прежде всего, умеют кататься на коньках, знают правила соревнований по хоккею, да, вот, умеют находить общий язык с детками. То есть, ровно через год, по завершению курса реабилитации, мы из занимающихся сформировали группы спортивной подготовки. И ребята перешли у нас уже в должность тренеров. И сегодня команда уже три года у нас существует. И эти молодые тренеры, они растут вместе со своими воспитанниками. То есть, текучки кадров нет, как таковы? Стараемся обращать на это внимание. Здесь очень важный принцип еще и наставничества. У нас есть выдающиеся тренеры, известные во всем мире. Это и заслуженный тренер России Прохоров, Валерий Иванович, легкая атлетика, тот, кто Алексей, да, подготовил. Или Юрий Олегович Курдюмов, легкая атлетика, спорт глухих. Зыков Александр Геннадьевич, это старший тренер по слэш-хоккею. За каждым молодым тренером, молодым инструктором мы стараемся закреплять наставника. То есть, того тренера, который уже проявил себя, имеет определенный опыт. И во время проведения общих тренировочных мероприятий, либо выезда на соревнования, наши тренеры получают именно вот этот бесценный опыт и надолго остаются в нашей профессии. Мы говорим о хоккее. Это очень дорогой вид спорта. Я думаю, что для людей с ограниченными возможностями он ничуть не дешевле. Как из этой ситуации выходит? Кто-то спонсирует это или государство? Мы, центр адаптивного спорта, любая спортивная школа получает бюджетное финансирование. Мы из регионального бюджета, школа из муниципального. Хватает этих денег на формирование команды? При правильном подходе и при правильном определении целей и задач можно грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами. Мы с вами понимаем, что если ребенок начинающий, то не совсем обязательно его обеспечивать каким-то топовым инвентарем и оборудованием. Но при этом я не говорю о том, что он там занимается на деревяшках, либо на каком-то развалюхе. Безусловно, это новый потребный инвентарь, который соответствует и уровню его спортивной подготовки, и техническому состоянию. Но с ростом спортивного мастерства мы, конечно, стараемся обеспечивать спортсменов. То есть, начиная с простых вещей, потом... Да, от простого к сложному. Здесь и в обеспечении инвентарем, и оборудованием именно так и происходит. Конечно, есть затратные виды спорта, как вы сказали, слэш-хоккей, например, или лыжные гонки. Есть менее затратные, например, плавание. Там немножко по-другому. Очки, шапочка. Если буквально в течение минуты ответить, на ближайшие 5 лет какие планы? Мы продолжим работать именно по созданию условий в развитии адаптивной физической культуры спорта по месту жительства особенных людей. Конечно, основные моменты – это подготовка к участию и в сурлимпийских играх, и в паралимпийских играх. У нас есть кандидаты, и сегодня работа в этом направлении, она не прекращалась. Мы хотим совершенствовать единый календарный план и во взаимодействии с региональными федерациями смотреть в сторону развития новых спортивных дисциплин и расширять этот спектр в нашем регионе. Спасибо. Благодарю, Михаил Петрович, за то, что он занимается таким важным делом, и значимым, и очень сложным. И за то, что рассказал, как живут наши спортсмены с ограниченными возможностями, но безграничным стремлением к спорту. До следующей встречи в эфире телеканала «Югра». Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»